Добрый день! Мы будем заниматься фото и видео монтажом объектов Риги, в частности главного памятника, центрального памятника на улице Берибес. Это памятник Свободы, в предстоящей ее называют еще Милдой. Подобные буклетики есть в информационном центре на Тушной площади в Риге, против Рижской думы и некоторые фотки и некоторые названия там уже есть. Правда бывает, что только на ратушском языке, но это неважно, можно заходить и брать брошюрки в нужный день и таким образом краткие подписи к фотографиями к видео уже можно будет добавлять. В принципе, на этой же ратушной площади раздаются такие буклетики Рига достопримечательности и здесь упоминаются примерно 21 объект, около двух десятков объектов, с маленькой картинкой и маленьким текстом. В частности, вот у меня уже есть на русском языке, это будет Ратушная площадь, собственно говоря, Дом Чарноголовых, Церковь Святого Пята с памятником бременским музыкантам-животным, Латвийская национальная опера, памятник Свободы, естественно, Площадь Ливов, самая замечательная площадь и самая милая и прекрасная, Домская площадь, такая более сухая, более серьезная, художественная музей Рижская биржа, Музей Истории Реги по мореходства, даже есть карта, что очень даже приятно, Рижская церковь Святого Якова, Три Брата объект, Рижский замок Погоревший, Пороховая башня, Рижский кафедральный собор Рождества Христова, Латвийский национальный художественный музей, который сейчас ремонтируется, Риген Стиль, это отдельная песня, она немножко в стороне стоит, поэтому на улице Элизабетес, поэтому так сразу перескочить, будучи в Старии, на улице Элизабетес довольно тяжело, надо еще пройти минут десять пешком, Базар Берга, Центральный рынок, Творческий квартал в Спитере, Мемориал имени Жаниса Липки, Квартал улицы Каунтсерма, то есть это тоже те официальные объекты, на которые обращают внимание, как на топ места, и по которым мы будем пришлось, будем гулять, и покажем, собственно говоря, как это выглядит на данный момент. Остается только проблема, как выложить видео в интернет, в частности на YouTube, Dailymotion и другие ресурсы, дав возможность посмотреть в наилучшем качестве, вот это вот маленькая такая, маленькая такая закроверка, которую мы будем решать по ходу пьесы. Сейчас сделали хорошую карту, хорошую действительно, отменную карту, которая не просто размещает номера объектов, но еще и маленькие картинки. Таким образом получается, по этим картинкам можно уже примерно представить, собственно говоря, как это все символически выглядит. Естественно, всех объектов Риги сюда не засунешь, только избранные, допустим, те же самые 20 штук, но еще есть добавлено это расположение посольств, то есть это тоже важно, в основном для пикетов, ну и для, может быть, приезжих. Здесь, конечно, есть реклама разных фирм, так сказать, куда можно зайти покушать, но это в основном для туристов интересно, сколько чего стоит. Мы попытаемся зайти в разные объекты питания и своими глазами увидеть, как все это выглядит в живую, потому что фотка дело хорошее, но кому-то может быть захочется и увидеть маленькие ролики, там, допустим, до 10 минут, как обслуживают и что предлагают на закуску, какие цены на данный момент. Конечно, это все меняется, естественно, закрываются, открываются, переделываются, но, по крайней мере, фиксировать то, что есть на данный момент, это мы можем, это достаточно легко сейчас, благодаря тому, что фото и видео техника становятся доступны для широких народных масс. Вот такой маленький план, который несложно выполнить даже в домашних условиях, который не требует какой-то супер-пупер техники компьютерной или фото-видео техники, которые требует просто-напросто жить в Риге и гулять по Риге, записывая для истории, собственно говоря, разные здания, разные места в разное время года, то есть это лето, зима, осень, потому что все-таки гораздо приятнее, конечно, летом снимать на видео, но летом все заняты, может быть, там в Йорву ездят или в Турцию ездят, и поэтому получается, что иногда мы снимаем не тогда, когда нам хочется, а когда вот есть лишние два-три часа, чтобы погулять по Риге и достопримечательности Риге запечатлеть для истории, ну и не только для истории, а для путешественников, которые хотели бы, может быть, заранее посмотреть, как выглядит наша Рига и куда стоит зайти, ну, еще не решили, собственно говоря, куда же можно сходить и что можно увидеть. Допустим, вот здесь упоминается дом КГБ, а он мне не нравится, я не могу порекомендовать это место, хотя везде висит реклама этого углового дома, потому что меня совершенно не впечатляет, не как это сделано, не, собственно говоря, сама математика. То есть, как говорили, интересная тема, но сделано еще за свои деньги, ходить, отдавать деньги за что, за что-то непонятно за что. То есть, будем обращать внимание на те вещи, которые бесплатны, которые нам всем даются, так сказать, как культурное наследие Риги, и будем обращать внимание на позитивные вещи, потому что негатива и так хватает, без нас его покажут, а вот позитивные вещи, именно культурные вещи, это не то, что ярко привлекает внимание, но это гораздо более интересно и богаче по содержанию, чем те же самые пикеты. Пикеты, конечно, есть свой плюс, они актуальны, они интересны для желающих побузить, покричать, повлупендриваться, себя показать. Но проходит год, и уже смотришь, о чем он был интересен пикет, и какое продолжение имел. И видишь, что культурный объект, он переживает десятилетия, то есть вот построен давным-давно еще до войны памятник, а интерес к этому объекту будет всегда, независимо от пикета, от власти, от людей, потому что фундаментальный. Памятник очень такой символичный и очень монументальный, именно монумент. Это не просто одна фигура, а это целая масса фигур, и они очень хорошо сделаны, в том плане, что они, во-первых, живые люди, они не такие громадные, как монументальные памятники, которые подавляют маленького человека. И вместе с тем, много разных сцен, и он именно богат, именно вот этой, вот этой отрисовкой сделаны, эти детали, их можно на самом деле изучать и смотреть. Это не просто там, кое-как сляпанный памятник, к сожалению, вот памятник Победы, Парги Победы, он несколько грубоватый, и не настолько он человечный, как вот этот памятник, где есть реальные лица, реальные фигуры, и поэтому вот этот памятник в свободе, он гораздо интереснее, именно как архитектурный памятник, а не просто как центральный памятник. Ну что ж, добро пожаловать в Игу, будем любоваться Игой.